МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Больше 25 пострадавших, среди них дети. Подробности с места крупной аварии в Чубаксарах. О строительстве третьего транспортного кольца и других горячих темах глава Чувашии встретился с журналистами ведущих СМИ Республики. Штраф исправительной работы или даже до двух лет лишения свободы. В Батаревском районе должник дважды незаконно самостоятельно подключался к газопроводу. Сегодня в столице Республики на проспекте трактора строителей произошла авария. Троллейбус на полном ходу въехал в придорожный столб. Бросай! На этих кадрах видно, на какой скорости это произошло. Троллейбус получил серьезную деформацию кузова. Со слов ГИБДД по Чубаксарам в момент аварии в транспорте находились порядка 40-50 пассажиров. Предварительно за рулем троллейбуса находился водитель 1997 года рождения. Как пояснил 22-летний Чубаксарец, он неожиданно перестал чувствовать ногу, поэтому не смог среагировать. Среди пострадавших и водители троллейбуса. Пока вот внешне серьезных повреждений нет у пассажиров. По факту ДТП пока проводится проверка. На место происшествия приехали 8 бригад скорой и медицинской помощи. Одна оперативная и три бригады психологов. На данный момент зарегистрировано 27 пострадавших. Из них 7 детей. Но дети не младшего возраста, а от 10 до 17 лет. Значит, тяжелых нет. На данный момент все пострадавшие обследуются. Некоторые уже госпитализированы. Пострадавших отвезли в три больницы. БСМП, ГКБ номер один и детскую больницу на Гладково. Обстоятельства все еще выясняются. Информация постоянно меняется и обновляется. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. В Новочебоксарске сегодня на карантин из-за пневмонии закрыли школу. Занятия приостановили по распоряжению Роспотребнадзора. Пока до 26 октября. Первого заболевшего госпитализировали еще в конце сентября. В его классе ввели карантин. Ученики занимались в одном кабинете, не участвовали в общешкольных мероприятиях. Каждый день их осматривал врач. Однако инфекция стала распространяться. В школе Новочебоксарска номер 17 в течение трех недель зарегистрировано 9 случаев пневмонии. Первый случай госпитализирован ребенок 27 сентября. И вот и последний случай госпитализации 15 октября. Двое детей из девяти из одной семьи. Два ребенка из одного класса. Девятый Б. Все остальные дети из разных классов. И живут по разным адресам. У всех детей забран материал, дабы определить возбудитель пневмонии. У двух детей высеяна микоплазма. Это бактериальная пневмония, микоплазма, которая в данном случае вызвала это заболевание. За теми детьми, которые были в контакте по пневмонии, участковая педиатрическая служба ведет активное наблюдение. Строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах начнется в любом случае. Об этом заявил глава республики на встрече с журналистами. Проектирование трассы продолжается. По предварительным подсчетам стоимость работ составит 17 миллиардов рублей. И регион рассчитывает на поддержку федерального центра. Реализация инвестиционных программ – одна из ключевых тем пресс-конференции Михаила Игнатьева. Подробности в следующем материале. Строительство третьего транспортного полукольца – приоритетная задача. Оно должно соединить новоюжные и северо-западные районы, разгрузив центральные дороги столицы от пробок. В ближайшие годы в рамках национального проекта будет реконструирована и федеральная трасса М7. Три полосы движения в одну сторону, три полосы движения в другую сторону. Даже вот возьмем Лапсар и Гюгеси, да, на нашей территории. Они должны быть все реконструированы. Касаясь дороги с Канаша, это Европа, Западная Китай. С Москвы дорога будет реконструирована до Владимира. Дальше реконструкция М7, она будет проведена по три полосы до Канаша. А с Канаша пойдет на Казань. Это для перевозки грузов. Масштабные работы идут и в канун столетия республики. В следующем году после капитального ремонта должна открыться филармония. Но намеченные сроки подрядчики рискуют сорвать. Эту проблему глава региона уже взял на контроль. Меры мы должны принять, соответственно, подключить, как обычно делаем, субподрядчиков. Будем следить за ситуацией, да? Будем надеяться. Я тоже прошу вас отслеживать, контролировать. Когда будет налажена бесперебойная подача горячей воды? Вопрос от наших коллег из города Шумерля. Михаил Игнатьев отметил, что решить эту проблему должны современные котельные. За последние годы возвели уже шесть. И следующее направление здесь – принцип государственного частного партнерства. Вот Шумерля найдется предприниматель, который вместе с нами 50 на 50 захочет точную модную котельную устроить, жители быстрее получат и в летний период времени горячую воду. В ближайшие годы все населенные пункты региона должны быть обеспечены и качественной питьевой водой. Необходимые суммы выделят в рамках недавно подписанного главой республики указа. Вот даже город Чебоксара возьмем, Чандрово, и жители Чандрово получат качественную питьевую воду и соответствующее давление. Это 90 миллионов рублей. Один миллиард для учреждений здравоохранения. У нас утверждены 22 государственные республиканские программы. По отраслевому принципу они тоже все доступны в форме. На вопросы журналистов Михаил Игнатьев отвечал более двух часов. Встречи с прессой должны стать постоянными, отметил глава региона Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика. В пятницу 18 октября глава Чувашии Михаил Игнатьев выйдет на прямую связь с жителями республики. Разговор состоится в эфире сразу двух радиоканалов Национального радио и Таванрадио. Накануне Михаил Игнатьев обсудил с журналистами ведущих СМИ все, что касается экономики республики вообще и отдельных проектов в частности. Речь шла и об индивидуальной программе развития Чувашии, которую регион представил недавно премьер-министру Дмитрию Медведеву. В пятницу глава Чувашии готов ответить на вопросы жителей республики. Прямой эфир состоится 18 октября с 12 до 13.30. А вопросы можно задать уже сейчас по телефону 8 900 330 77 99. Незаконное решение проблемы в Батаревском районе. Должник два раза самостоятельно подключался к газопроводу. За это ему сейчас грозит уголовное наказание. Хозяину этого дома весной отключили газ за долги. Рассчитываясь постепенно за уже потребленное природное топливо, он параллельно собственными силами врезался в газопровод. Причем делал он это дважды. Первый раз его привлекли к административной ответственности. Второй грозит ему уголовным наказанием. В прошлом году в уголовном кодексе введена специально новая норма, которая предусматривает уже не административную, а уголовную ответственность за повторное подключение к газопроводу самовольное. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и расследование с правовыми органами района. По подобным фактам уголовные дела не возбуждались. Данное уголовное дело является первым и поэтому находится на контроле. По этой статье грозит до двух лет лишения свободы, хотя по данным прокуратуры района семья достаточно благополучная. Хозяин дома объясняет нарушение неблагоприятными жизненными обстоятельствами. Но закон один для всех. Фактически у нас за неуплату было в этом году отключено 2500 абонентов. За нарушение техники безопасности, за дистанционирование подключений 1500 абонентов. То есть это большая работа, нами проводится постоянно. Специалисты напоминают, что такие самовольные врезки в газовые трубы грозят и другими серьезными последствиями. Утечка газа может привести к взрыву. Подумайте о безопасности своей и ваших близких. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Около 50 дней остается у жителей Чувашии на то, чтобы заплатить имущественные налоги. Это касается автовладельцев, собственников земельных участков и недвижимости. О том, что изменилось в этом году в нашем материале. Главное новшество – измененный внешний вид налогового уведомления. Уже в нем указаны реквизиты счетов для оплаты. Так что отпала необходимость в самой квитанции. Само уведомление по-прежнему приходит с привычным заказным письмом под расписку. Или его можно найти в электронной форме. В личном кабинете налогоплательщика. Документы направляют не позднее, чем за 30 дней до конечного срока уплаты налога. Он истечет 2 декабря. Письма разосланы практически всем. Основные изменения. Добавлены федеральные льготы для лиц, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей. Дополнительный вычет предоставляется им при уменьшении. Уменьшается налоговая база при расчете налога на имущество в отношении квартиры на 5 квадратных метров. В отношении жилого дома на 7 квадратных метров. Это за каждого ребенка. А также уменьшается величина земельного налога на величину кадровской стоимости в 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка. Налоговая инспекция призывает жителей не откладывать свои обязательства в долгий ящик. Несвоевременная уплата повлечет за собой начисление пени, а неплательщикам может грозить арест имущества и даже запрет на выезд за границу. Рифат Фадкулин, Республика. В муниципалитетах республики вплотную занимаются вопросом доступности социально значимых объектов для людей с ограниченными возможностями. Того требует федеральный закон. Открытый форум, организованный прокуратурой Чувашии летом, вскрыл немало проблем в этой сфере. Со своим вопросом тогда обратились жители Канаша. Уже не один год на территории железнодорожного вокзала нет возможности нормально добраться до платформ 11 и 12 и обратно. Именно там большей частью останавливаются транзитные поезда, следующие на восток нашей страны. Большой поток людей преодолевает ежедневно 4 пролета вверх и вниз по надземному пешеходному переходу. Непреодолимым этот маршрут стал не только для людей с ограниченными возможностями, но и для пожилых людей, женщин с детьми и пассажиров с тяжелыми чемоданами. Прокуратура республики совместно с Чуварской транспортной прокуратурой взяли данный вопрос на контроль, провели соответствующую проверку, подготовили информационные письма в адрес главы администрации города Канаш и в адрес руководства железнодорожного вокзала, где описали соответствующую проблему. Решить ее было непросто. Железная дорога – объект стратегического значения. Поэтому любые изменения требовали согласования в различных структурах и ведомствах. В этом году наша дирекция, Горьковская региональная дирекция железнодорожных вокзалов, серьезно взялась за этот вопрос и в итоге за какие-то, наверное, два месяца решили эту проблему. Часть забора с другой стороны вокзала демонтировали, оборудовали пешеходную дорожку. Теперь на остановку общественного транспорта можно выйти напрямую с платформы. Конечно, лучше стало. Например, встречать, пришли, встретили и уехали. За исполнением федерального законодательства в этой очень важной для людей сфере прокуратура республики будет следить и дальше. Богдана Дойникова, Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Сегодня в Ижевске подвели итоги 11-го всероссийского конкурса «Смиротворец-2019» по Приволжскому федеральному округу. Фестиваль «Смиротворец» на удмуртской земле собрал журналистов из Казани, Чебоксар, Саратова, Ижевска и других городов округа, чьи работы о жизни регионов, культуре и традициях народов России оказались лучшими. Авторские материалы рассматривали в нескольких номинациях – телевидении, радио, печать, интернет и другие. В финал вышла программа продюсера «Таван» радио Анжелики Ивановой, 550 заметок о городе, посвященная чувашскому писателю Геннадию Айги. О многонациональности как главном объединяющем факторе на фестивале говорилось много. Наградят победителей федерального этапа конкурса «Смиротворец-2019» в ноябре в Москве. На сцене «60 плюс» сегодня в Чебоксарах во Дворце культуры «Трактор строителей» состоялся гала-концерт и награждение победителей республиканских конкурсов народного творчества. Моя коллега Наталья Мальчикова знакомилась с талантливыми людьми. Когда душа поет, устоять на одном месте нет никакой возможности. И даже возраст тому не помеха. На одной сцене победители различных республиканских конкурсов. Любительские творческие коллективы, которые есть в наших домах культуры, конечно же, они развиваются по разным направлениям. Сегодняшняя категория – это особая категория, как я уже сказала. Именно у них мы должны учиться энтузиазму, энергии, жизнелюбии, потому что именно они, несмотря на свой возраст, они на сцене показывают такое, что хочется сказать, что им всего-то 25. Хоровое пение, хореография, художественные слова и другие жанры – поразительное жизнелюбие, таланты, не потерянные с возрастом. Для ветеранов такие конкурсы, как глоток свежего воздуха. Мы представляем на галоконцерте ансамбль народного хоровской песни, так как количественный состав и конкурс проходил кому за 55 лет, поэтому вот таким составом сегодня поем. Валентина Семенова солирует в народном хоре Саванчикского дома культуры. С малых лет в этот хор хожу, мне уже за 70. Что хочу сказать? Это нам дает… Адреналин. Да, Зоя правильно сказала. Адреналин дает тягу к жизни, задором, здоровье и молодость души. Душа поет от счастья. Талантливых коллективов в нашей республике немало. Своих девочек руководитель ансамбля Лариса Белова называет «мои матрешки». Они не раз становились лауреатами и победителями межрегиональных и республиканских конкурсов. Наряды для выступлений шьют сами. У нас в основном стилизованные танцы, хороводы, лирические, но есть и подвижный танец. Полностью сами шьем. В этом очень помогает мне вот эта девушка Люба Петрушкина. Вот эта вся работа, это ее ручная работа. Обычные бабушки и дедушки, выйдя на сцену, забывают о возрасте, об усталости. Они умеют радоваться жизни и несут радость другим. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Олимпиада кружкового движения пройдет на базе детского технопарка «Кванториум». НТА «Джуниор» – новый проект платформы НТА и президентской платформы России «Страна возможностей». За месяц заявочной кампании на участие в соревнованиях зарегистрировалось больше 8 тысяч школьников в 16 городах России. Принять участие в них могут ученики 5-7 классов. Финал Олимпиады пройдут в 16 городах страны. В Чебоксарах будет представлено три направления работы. Технологии для среды обитания, космос и мир роботов. Задания первого этапа для участников открыты с 6 октября. Чтобы попробовать свои силы в любой из выбранных сфер, у каждого школьника есть две попытки. Первая – до 20 октября, вторая – до 3 ноября. При подведении итогов будет учитываться лучший результат. Как отмечают организаторы Олимпиады, соревнования помогут школьнику определить свою сферу интересов и, возможно, будущую профессию. Победители Олимпиады станут участниками профильных смен лучших творческих лагерей и детских центров России. Прием заявок до 27 октября. Такой была эта среда глазами корреспондентов национального телевидения. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин